Дневной разворот в Кирове По официальным данным действительно их у нас не так и много, всего лишь 5 на весь наш славный город Киров. Ну по неофициальным 10, да? Ну да, слышала, что 10, но городадминистрация дала нам официальную информацию, что их всего лишь 5, а также есть одна мобильная туалетная кабинка в сквере на театральной площади. Вот я не понимаю, как не стыдно, да? Вот источник новостей запрашивает информацию по поводу количества туалетов и администрации. Города отвечает 5. Да, и при том, что, наверное, это как это было? С гордостью, наверное, еще, да, что у нас есть они все-таки. Да, все-таки есть. Да, напомню, что у нас в студии находится наша гостья Марина Копырина, президент адвокатской палаты Кировской области, член общественной палаты Кировской области. А наш номер прежний 708-502. Пожалуйста, звоните к нам. Мы тему немножечко расширили, говорим только не сегодня, но сегодня не только об этом законопроекте, который, кстати, уже приняли в первом чтении, ну и вообще, за какие нарушения общественного порядка надо вести ответственность. И что интересно, как наказывать слушателей 708-502? Номер для ваших смс-сообщений. Записывайте быстренько. 708-909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь. И также заглядывайте к нам в ВКонтакте. Есть у нас там страничка «Эхо Кирова», и там вы найдете точно такой же опрос, как и в газете «Источник новостей». Пожалуйста, проголосуйте, и мы в конце этой программы озвучим результаты. Обязательно их сравним с результатами в газете «Источник новостей» и посмотрим, кто как ответил. Ну вот как раз слушатель для нас дозвонился. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Виталий. Виталий, мы вас слушаем. Ваше мнение. Я вот думаю, вот есть люди, которые, вот здесь вот в наглую, так у подъезда, здесь надо очень сильно штрафовать. Ну как сильно штрафовать? От 500 до 1000 рублей. А те, кто за кусточком, что пусть писают дальше. Даже можно от 1000-3. Вот если вот у подъезда, вот. Ну вот типа такого. Ну в смысле, серьезно, вот у нас сейчас будет штраф от 500 до 1000 рублей. Достаточно этого? Смотря вы, где будут ловить. Вот просто вот я работаю в Кирове, а живу в Кирове-Чапецке. У нас, вы говорите, 10 туалетов, у нас ни одного нету. У нас их пять. Ну пять. У нас ни одного. И как там, совсем плохо дело обстоит. Если где-нибудь там человек в лесу, где же зеленые зоны, где там никого не видит. Ну как, его никто не видит. Это понимаете, это умышленно все равно человек совершает правонарушение. А если до дома идти 20 минут, а ты ехал уже полтора часа и терпел. Ну вот видите, тут вопрос как раз таки в том, что когда тебя ловят. Ну нет у нас, нет у нас туалета. Вот вы говорите, у подъезда, ну да, там вот, допустим, полицейский патруль. Там надо даже рубля три давать. Ну то есть вы категорически уступаете за штрафы, да еще и повысить их. Нет, это люди, которые нагло, общественно, у домов. Ну понятно, то есть в зависимости от того, где человек совершил это действие, так и... Его никто не видит. Ну на самом деле... Мы вас услышали. Спасибо вам большое за звонок, ваше мнение. Да, 708-502 набирайте вы нас. Пожалуйста, прямой эфир это. И ваше мнение нам тоже интересно. А как в наглую? Ну вот нам звонил слушатель в прошлом часе, когда говорил, что ну вот, сколько там, под 70 лет человеку, да? Ну может быть он и не в наглую, а вот сотрудники полиции подумают, что вот он абсолютно в наглую действует. Ну что такое-то, вот прямо там где-нибудь у дерева. А он не в наглую, а потом... По состоянию здоровья, да? Да, по состоянию здоровья. Да, по состоянию здоровья, да. А они будут говорить, да нет, вы действительно действовали очень уж нагло. Нет, а действительно ведь получается, как человек больно, что делать? Когда оказываете полицейским, что извините, вот у меня вот такие проблемы... У меня справку же с собой не будет носить, что у него простатит там или еще какое-то другое заболевание, да, которое не позволяет ему терпеть. Да, действительно. Я вот, кстати, сегодня только вот мы за кадром, за эфиром говорили на эту тему, оказывается, ведь у нас действительно в городе нет биотуалетов. Я жила в Москве, и для меня это настолько привычно, что эти туалеты там везде есть, и я думала, что, ну, это как... Это естественно. И я тоже думаю, что это не проблема поставить их. Это не проблема, а это оказывается действительно проблема. Там не надо никаких стационарных привязок, ничего вместо уголочек. Нет, действительно, они только появляются, только когда какие-то общественные мероприятия, да, а так, в принципе, в городе этого и не найти. Вот с этими московскими биотуалетами у меня, соответственно, просто потрясающе милая история, когда мы вышли из метро, и очень уж нам приспичило, но не было денег у нас. Вот как-то так получилось, что в Москве мы без денег оказались, ну, кировчане. Вот, и мы попросили вот у этой женщины в синем халатике, чтобы она нас пустила. Пустила? Пустила. Она говорит, вы мне, мальчики, тогда помогите, разрежьте мне, пожалуйста, бутылку пластмассовую, надо собачку напоить. И вот эта история... Какая хорошая женщина, прекрасная история, да. Но у нас в городе таких биотуалетов нет, да, действительно, устанавливают только когда какие-то общественные мероприятия. А вот, кстати, к слову, штрафами вот сейчас по этому новому законопроекту штрафами будут облагаться и организаторы массовых мероприятий, если они не установят биотуалеты. Штраф для неисполнителей будет составлять от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица за подобные нарушения будут платить от 3 до 5, а для юридических лиц штрафов и вовсе состоят от 10 до 20 тысяч рублей. Что там эти 10-20 тысяч рублей? Объясните мне, пожалуйста, когда я читал вот эти цифры, у меня возникли какие-то большие сомнения по поводу того, что заплатить штраф, это будет намного серьезнее, чем поставить этот биотуалет. Ну, представьте себе обслуживание биотуалета. То есть нам мало того, что нужно привезти, мало того, что нужно его иметь. Нужно, чтобы там сидел человек, который бы за ними следил. Это далеко не 10-20 тысяч рублей, не 4, не 5. Это намного дороже. Получается, лучше будет просто этот штраф заплатить. Вот и все. Кстати, да, получается, что так. Слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. Яна Алексеевна, пенсионер. Очень приятно. А сейчас, пожалуйста, сделайте приемник потише. А у меня приемника нет. А, давай, это ваш. Оказывается, что есть. Вот в чем дело. У нас есть глава города, есть мэр города. Вот они должны отвечать за это. Их надо штрафовать. А не бедных людей, которые в этом проблема, это проблема, ну, это не проблема людей, это естественные надобности. Это невозможно никак их установить. И нужно везде побольше сделать туалетов. Вот их надо штрафовать, этих наших главарей. Спасибо большое за звонок. Прямо как крик души сейчас. Последнее слово мне понравилось. Главарей. Главарей, да. Не главарей, а главарей. Главарей нужно штрафовать. 708-502, как вы считаете, кого надо штрафовать. Ваше мнение нам тоже интересно. 8-909-720-101-0. Это номер для ваших смс-сообщений. Набирайте и подписывайтесь обязательно. Да, вот у меня пришла смс-ка, она, к сожалению, не до конца, я бы ее прочитал. Давайте будем писать тогда в самом начале смс-ки подпись вашу. А так не прочитаешь, да? Нет. А вот у нас слушатель на линии. Давайте послушаем. Алё, здравствуйте. Добрый день. Да, представьтесь. Меня зовут Вера, я живу в Кирове достаточно давно. И считаю, что штрафовать надо и очень существенно. Поясним свою позицию. Много лет назад, когда у меня ребенок был маленьким, девочка, и у нее начало портиться зрение, она проходила мимо человека, мужчины, справляющего нужду, который на нее еще вдобавок ко всему и закричал, что ты смотришь. Ребенок был очень испуган. Ей казалось, что она совершила что-то противозаконное. Или, по крайней мере, что-то неприличное. Она. Мне пришлось с ней очень долго потом беседовать, возвращаясь несколько раз к этому вопросу, что это не она виновата. Вторая ситуация, когда я у подъезда своего дома вынуждена была очень жестко сказать молодым людям посреди дня, писающим у подъезда дома. И такие варианты я встречала не раз за свою жизнь, а много-много раз. Причем это были далеко не пожилые люди, это были далеко не трезвые люди чаще всего. Поэтому я считаю, что травовать надо обязательно. К таким бесспорно необходимы какие-то действия применять. Обязательно. Мы-то сами не спорим. Нужно рассортировать людей. Решение этого вопроса достаточно простое. Во многих городах акцент сделан не на биотуалеты, которые надо содержать. Они есть в оживленных местах. Платные, бесплатные. Но и на то, что в любой маленькой кафешечке, в любом маленьком пункте общественного питания есть туалет. И никто не отказывает прохожему зайти туда. У нас же в кафе. Дальше сами представляете ситуацию. Во-первых, туда не зайдешь. А во-вторых, там очень часто, вот в таких вот, как бабушка рассказывала про столовую, их там просто нет. Поэтому вот надо принудить законодательно все пункты общественного питания иметь свои туалеты, чтобы у каждой пивнушки... Это все и пускать людей со стороны тоже. Человек заходит и говорит. И пускать людей со стороны. В этом нет ничего страшного, если мы заботимся о чистоте своего города. Знаете, на самом деле я с вами согласен. Я слышал, что у нас что-то подобное существует в России еще очень давно. И тогда я даже решил это проверить. Я действительно тогда ходил... Ну, мы гуляли по городу, и мы заходили... В Кирове, да. Мы гуляли по городу, заходили во всякие кафе и так далее. Пускают. Действительно пускают. Дело в другом. Если сейчас как-то еще дополнительную нагрузку на, к примеру, владельцев этих кафе и ресторанов вот сейчас свалить, сказать, что вы должны содержать свои туалеты и пускать прохожих, тогда с власти, получается, у нас вообще ничего. Да, город вообще останется у нас тогда. Нет, я не сказала, что это исключается. Обязательно в местах скопления народа обязательно должны быть туалеты. И это не проблема выполнить это властям. А вот получается, что проблема, видите? Получается, что действительно проблема. Спасибо вам большое за звонок. 708-502. Слушатели, набирайте нас. Это прямой эфир. Говорим, мы сегодня обсуждаем опрос в газете «Источник новостей». Как наказывать граждан, справляющих нужду на улице? 52% опрошенных ответили, никак, надо больше туалетов устанавливать. Игорь Азович, пожалуйста, остальные варианты какие были? 27% крупно штрафовать, натыкать носом в лужу 10%, повесить на доску почета 8% и только 3% забирать в полицию. Да, точно такой же опрос вы можете найти с такими же вариантами ответов у нас на страничке ВКонтакте. Эхо Кирова, заходите, пожалуйста, голосуйте. Опрос уже у нас там висит несколько дней, и нам интересно узнать ваше мнение. Результаты мы сравним с тем, как ответили читатели газеты «Источник новостей». Посмотрим в конце программы у нас слушатели. Алло, здравствуйте. Алло, алло, да, прямой эфир. Добрый день. И сказали жители, значит, вас беспокоят. Вот предыдущие говорили, что нужно, значит, администрации должны найти деньги, средства. Но это, к сожалению, невозможно деньги найти. И слишком бюрократически, вот, допустим, оформление, значит, земельных участков, государственной экспертизы. Очень сложно вот в этой ситуации, значит, это самый... То есть сложности нету, как думаете, у нас, у города денег для того, чтобы туалеты поставить? Так? Деньги найти-то сложно. Это, допустим, частные предприятия... Речь ведь идет о городе, об администрации города, которая имеет возможность, реальные деньги у нее есть. Желания только нет эти туалеты поставить. Ну, желание-то есть у них там, желание есть. Но сейчас вот обязательно должны частные предприниматели поставить эти туалеты. Вы-то говорите о том, что на частных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей возложить обязанность ставить туалеты там, где есть ваше, допустим, кафе или ваша там какая-то другая точка. А мы-то говорим о том, что город должен обеспечить, а не частные лица. Ну, понятно, что город должен. Город, значит, это тоже деньги и средства, это пройти аукционы, это где-то два года надо бегать, это государственные экспертизы оформлении бумаги. Это очень сложный, очень долгий процесс. В смысле, кто будет ходить за этими бумагами? Администрация города Кирова, а почему бы им не походить за бумагами? Это же их любимое занятие, насколько я знаю. Они же сами этими бумагами занимаются, им и ходить особо никуда не надо. Из кабинета в кабинет. Из кабинета в кабинет, вот с этим-то кончается, и количественные итоги его там просто построить невозможно, значит, где-то канализацию соединиться. Там такой бюрократический, надо это пройти, это где-то несколько лет нужно, значит, один туалет поставить. Но вот вы готовы поставить биотуалеты, только вы боитесь бюрократической процедуры, да? Вам надо помочь, чтобы вот решить вопрос вот этот бумажный. А вы спонсировать готовы? Конечно, значит, почему бы нет этот самый там. Если она была бы рентабельной еще. А, то есть вы хотите папку поставить? Знаете, мне кажется, это как с алкоголем, этот бизнес очень рентабелен. Спасибо за звонок. 708-502 наш номер телефона. Ну да, действительно, если поставить, то рентабельно-то будет. Будет востребовано. Номер для смс-сообщения 8-909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь, заходите на нашу страничку ВКонтакте. Я хакирову, найдете вы там точно такой же опрос, как и в газете «Источник новостей». Обсуждаем мы сегодня его вопрос, как наказывать граждан, справляющих нужду на улице. И сейчас мы дозвонились до очередного нашего спикера. Михаил Плюснин, член общественной палаты Кировской области, у нас на связи с нами. Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, добрый день. Да, обсуждаем мы сегодня законопроект, как наказывать граждан, справляющих нужду на улице, от 500 до 1000 рублей. Ваше мнение по этому поводу? Мне всегда казалось, что это правонарушение, подпадая под милкой хулиганства, и, соответственно, в статье тоже существует в законе. И, собственно, я думаю, что все к этому так и относятся, люди, нормальные. Необходимость отдельной статьи, я не понимаю, чем вызвано. Нет, смотрите, нам сегодня говорили полицейские о том, что, если, к примеру, подходит патруль к человеку, который справляет нужду, и они его просто просят, ну, вы, господин, не делайте этого, пожалуйста. Да, 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 именно так. И они уже могут его как-то забрать к себе, там, предупреждать за что-то. Да, а если человек не повинуется, то тогда за сопротивление. Только не повинуется за законным требованиям полиции. Да, тогда только ввиду этого. Нет, ну, замечательно. Ну, это, я понимаю, что это проблема у полиции, но возникает и другая проблема. Мы можем сейчас принять решение о наказании, о туалет-то, а нигде. Человеку нормальному законопроекту, куда пойти? Ну, вот мы сегодня этим вопросом задаемся. Вот поэтому я не вижу необходимости в принятии этого закона, потому что, вот в моем понимании, нормативная база позволяет обходиться без этого закона отдельного. Михаил, а что надо делать тогда, по вашему мнению? Что значит делать? Ну, если касаться именно малой нужды, то строить туалеты. В нормальном количестве. Что касается мусора, ставить урны, ну и так далее. Ну, видите, у нас все происходит иначе. У нас создается законопроект, определяются штрафы, но как раз... А как человеку выполнять это, не совсем понятно. Ну, это логика наших законотворцев. Что надо запретить, и пусть народ выкручивается. Ну, я понимаю, это самый легкий путь. А подумать, создать организационные условия, чтобы людям было нормально жить в этом городе. Я помню, что у нас был лозунг. Город, в котором хочется жить. Я бы хотел, чтобы в городе хотелось жить, а не получать запрет со всех сторон. Спасибо вам большое за ваше мнение, за ваш комментарий. Михаил Плюснин был с нами на связи, член общественной палаты Кировской области. Ну, а сейчас слушатель до нас дозвонился. Нет, не дозвонился. 708-502. Набирайте нас вновь. Говорим вы сегодня, как наказывать граждан, справляющих нужду на улице. Это опрос в газете «Источник новостей», рубрика «Выбор города». 52% опрошенных ответили, что никак, надо больше туалетов устанавливать. Действительно, в городе у нас сейчас их только 5 штук. Но что-то действительно нужно с этим делать. И вот сегодня мы услушиваем мнение наших спикеров. Слушатель, все-таки дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Очень приятно. Мне бы хотелось сказать, что, как правило, нужду справляют ни пожилые люди, ни те, у кого проблемы с этим делом. А молодежь, которая, извините, напьется пенного напитка, им все море по колено, и все это, нужду справляют, там, где их застанет, и все. Ну, смотрите, тут тоже палка о двух концах. Когда мы говорим о молодежи, которая там пьет на улице и так далее, ну, извините, тогда получается, что полицейские что будут забирать за то, что они, грубо говоря, справляют эту нужду, или за то, что они употребляют на улице? Они, соответственно, не знают, где меры. Можно пить, нельзя пить. Если пьешь пиво, естественно, у тебя появится нужда. Так, значит, не пей пиво. Так у нас, смотрите, если пиво в пакетик бумажный, закрыта бутылочка, то, пожалуйста, пей его, ходи по улицам и пей. А вот если бутылочка открыта, то нельзя. Когда пьешь пиво, у тебя же будет другая реакция, да? Нет, это уже и в пакетиках нельзя. Конечно. Пей дома, ради бога. Нет, ну вот смотрите тоже, да, у нас сейчас действует закон об открытой бутылке. Выпиваешь бутылку, у тебя открыта, пожалуйста, заплати штраф. Если человек, он идет в состоянии не совсем трезвом, но при этом у него нет открытой бутылки, и он не нарушает никак закон, да, и только вот он где-нибудь решил свою нужду справить, то получается, за что штрафовать? За то, что он не трезвый, или за то, что он решил нужду справить? За то, что он нужду справить. Я вот недавно был в Подмосковье, да, я там вообще не видел ни молодых, ни пожилых, чтобы шли с бутылочками, в пакетиках. Ой, я вас умолю, я в Москве прожила приличное количество времени, и там, мне кажется, даже больше, чем у Скирови такого. Но у них-то как раз биотолит и есть, поэтому там с этим дела проще обстоят. Ну, жду справлять проще. А пить там, по-моему, не меньше пьют, чем у нас. Я часто в командировках бываю, не только в Москве, в других регионах. Ради бога, пей, ну, знай место, как говорится, и все. Мы вас услышали. 708-502. Пожалуйста, вы тоже набирайте это прямой эфир. Как наказывать граждан, справляющих нужду на улице? Обсуждаем мы сегодня вот эту тему. Это опрос в газете «Источник новостей», рубрика «Выбор города». Но тему мы немножечко расширили. За какие нарушения общественного порядка надо вести ответственность в принципе? Помимо этого, и что самое интересное еще, а как наказывать? Ну, вот что вам не нравится в поведении своих сожителей, грубо говоря, по городу? По городу, да, соседей своих. Ну, я сегодня уже об этом говорила, но чтобы было понятно, еще разочек озвучу. Какие в других городах, за что, собственно, есть какие-то нарушения. Ну, то есть это за семечки, да, если человек есть семечки и бросает мусор на улицу, тоже есть штрафы в других странах. Есть точно так же, власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели штраф за плевки, выбрасывание сигаретных окурков и мусора, за выплевывание даже жвачки на улицах. Ну, то есть вот такие вот различные меры, за что тоже штрафуют. И штрафы там, вот, например, штраф около 150 долларов. Ну, такой приличный. Ну, Арабские Эмираты, опять же, и Киров. Ну, что? Ну, там условия, во-первых, есть в Арабских Эмиратах. Там и урны стоят, и туалеты в немеря. А во-вторых, финансовые условия каждого отдельного гражданина, мы знаем, какие там. У нас слушатели есть на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте, Вадим. Очень приятно. Дело в том, что количество студентов, я не знаю, конечно, его мало, их мало, но вряд ли это, знаете так, в корне от этого зависит. Потому что, вот, например, возьмите парку цирка, там есть туалет, он существует, но в него никто не ходит. Все писают в ближайших кустах, у заборов, а бедную диораму с задней стороны так уже прописывали, что там ходить невозможно. Такой шуткий запах. Ну, вот, видимо... Вы знаете, тут, скорее всего, даже, наверное, все-таки культуру надо какую-то в людях воспитывать. Какую-то любовь к стране. А кто должен этим заниматься? Заниматься кто, по вашему мнению, должен воспитанием культуры, поведения? У нас вроде бы и школа воспитывает, и институты в какой-то мере. Какой-то не хватает данной физиологии в нашей стране, понимаете? Что мы перестали, наверное, любить как-то страну, уважать своих граждан. Мы живем каждый для себя как-то из-за этого, может, что-то у нас не то. Так что делать-то с этим? Не знаю. То есть, по вашему мнению, это не количество туалетов, да? А наша культура, поведение... Можно сказать, это не выход, понимаете? Как-то, ну, не знаю, штрафовать себя как-то... А может, все-таки административный арест? И не там, чтобы они на полочке ножки свесив сидели, а заставлять их работать на благо города? Ну, опять же, у нас наказание-то опять, ну, как можно сказать? Пусть этот же город наш чистят, метут, скребут. А смотрите, на самом деле, какая прекрасная идея, мне тоже нравится. Почему, к примеру, если человек, который попался на таком злодеянии, вместо того, чтобы штрафовать или там садить на 15 суток... У нас почему-то вот какие-то все меры, мы почему-то все наказывать кого-то хотим. А почему наказывать? Нет. А как воспитывать-то? У нас без наказания-то народ не понимает. Игорь, договори, пожалуйста, интересно мне. Ну, вот да. Если, к примеру, человек так провинился, а почему бы его... Ну, на недельку, пусть он поработает на общественных работах, пометят улицу, к примеру. Но на самом деле, после этого я бы, наверное, понял, что... Ну, знаете, вот у меня есть друг, он работает дворником. Он никогда в жизни больше бумажку на улице не бросит. Потому что он знает, какая-то тяжелая работа. Ну, хотя это ему дается легко, он молодой. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Ну, даже если бы я провинился, я бы, наверное, после недельки такой работы осознал бы. Ну, это действительно, да, такое заставляющее задуматься, верно? Спасибо большое за звонок вам. До свидания. 708-502, набирайте нас. 8-909-720-101-0. Этот номер для ваших смс-сообщений пишите. Обязательно подписывайтесь. Игорь, есть там что-нибудь для прочтения? Не подписываются. Не подписываются. Ну что ж, слушатели, пожалуйста, подписывайтесь. Если желательно, в начале сообщения, для того, чтобы это сообщение дойдет не до конца, хотя бы часть, чтобы мы прочитали. И также не забывайте, если у вас есть поблизости компьютер, заходите, пожалуйста, в ВКонтакте. У нас есть страничка «Эхо Кирова». И там вы найдете точно такой же опрос, как в газете «Источник новостей». Как наказывать граждан, справляющих нужду на улице. Пожалуйста, голосуйте. В конце программы мы озвучим, как вы там проголосовали. Ну да, мы сейчас сходим на рекламу. Да, быстро, скоро вернемся. Павлины, говоришь? Реклама. Кому нужны дома? Компания «Свобода». Звоните туда. Телефон в Кирове. 54-51-44. Хорошим людям сборка бесплатна. Компания с многолетним стажем ООО «Энергостальконструкция» предлагает быстро возводимое здание из легких металлоконструкций любой площади и этажности промышленного и сельскохозяйственного назначения. Изготовление точно в срок. От проекта до сдачи объекта. Железное качество и стальная надежность. Наш адрес. Щерса 66-4. Телефон 50-33-66. 50-33-66. «Энергостальконструкция». Мы поможем вам строить легко. Друзья, я вам рекомендую компанию «Мастер ворот». Ворота откатные, рулонные, секционные, распашные. Заборы, рольставни и шлагбаумы по доступным ценам. «Мастер ворот». Нас рекомендуют друзьям. Телефон 58-0505. 58-0505. Добро пожаловать в «Фавор Кухни» на Милицейской 11. Приходите, смотрите, считайте. Вы поймете, что мы не продаем скидки. Мы не делаем супердешевую мебель. Мы просто делаем хорошие кухни. «Фавор Кухни». Милицейская 11. Просто прийти, посмотреть, посчитать. Внимание! Акция! Скидки на входные двери до 1000 рублей. Полный спектр услуг по изготовлению и установке дверей на заказ и под ключ. Широкий выбор межкомнатных дверей из ПВХ и массива. Индивидуальный подход каждому покупателю. Фирма «Кова». Двери на счастье. Подробности акции по телефону. 732-594. Садовые дома строим за три дня. Фирма «Вайма» предлагает строительство садовых домов, бань и беседок под ключ с беспроцентной рассрочкой платежа. Более 50 готовых проектов. Обращайтесь на Ломоносова 9. Телефоны 22-62-06-78-87-93. Телефон рекламной службы 70-80-90. Продолжается программа «Евной разворот в Кирове». Светлана Удильная и Грысев обсуждаем и сегодня опрос газете «Источник новостей». Как наказывать граждан, справляющих нужду на улице. Законопроект принят в первом чтении, а в газете 52% опрошенных проголосовали за ответ «Никак, надо больше туалетов устанавливать». Ну и тему немножечко расширяем для вас, слушатели. За какие нарушения общественного порядка надо ввести ответственность. В принципе, и как наказывать 708-502, звоните к нам, это прямую эфир, мы вас ждем. И также номер для СМС-сообщения 8909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь. И также заходите на нашу страничку ВКонтакте. Я хакирова, там точно такой же опрос, как и в газете. Уже совсем скоро результаты мы озвучим. А у нас в студии находятся гости. Марина Копырина, президент адвокатской палаты Кировской области, член общественной палаты. И у нас есть звонок. Да, у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Вы меня слышите? Да, представьтесь. Садырин Борис Васильевич, активист, бывший председатель Вятского-Шалепинского общества, сейчас рядовой. Мне скоро 80 лет, скоро, а никак не могу привыкнуть к этому безобразию, о котором вы говорите. Ну, не люжит душа. И вот говорят, а как вот, что сделать? Как сделать, чтобы этакого публичного мочеиспускания не было в городе? Чтобы все было в нашем родном, красивом городе хорошо. Что надо делать? Мне кажется, здесь мало только одной какой-то позиции. Туалеты строить, милиция, культурные мероприятия, библиотека, в клубах. Это общая беда, и вообще надо с ней справляться всем. Она невкусная, эта тема, некрасивая, но она очень много приносит бед. Но она актуальна, а что с этим делать? Вот я и сказал людям, которые ответственны за наши моральные и всякие прочие качества, надо думать о системе, о системе, где бы были задействованы все силы, а не одна полиция. Ну, молодежь сейчас в библиотеку не привлечешь. Сейчас компьютеры у них, им не надо в библиотеку, они там все найдут, что. Я ходу в библиотеку, Горького на филейке у нас. Вы знаете, я с вами не соглашусь с Корни. Не продумайте хороший вечер, а то у нас получается, уважаемые друзья, по Антону Павловичу Чехову. Вот Антон Павлович Чехов, помнится, написал хороший рассказ мечты. И там один из героев этого рассказа тоже страдает. Это сто с лишним лет назад тоже страдание было. И вот спрашиваешь, что ты, как ты думаешь о нашем родном русском народе? Да вот народ-то хороший, да вот две беды у него есть. Какие беды-то? Да вот горлобесие, да водку пьют. А это все связано. И горлобесие, и водка питье, и мочеиспускание. Надо в системы обходиться, иначе пропадем. Спасибо, Звонок. 708-502, пожалуйста, набирайте НАСА. Очень я не люблю, когда ругают наши молодежи, говорят о том, что книжки не читают, в библиотеки не ходят. Я считаю, что и книжки читают, в библиотеки ходят, но и интернетом пользоваться тоже умеют. Ну, меньше как-то, потому что в интернете сейчас можно любую книжку найти, почитать, а чтобы куда-то в библиотеку идти, у каждого дома практически компьютер есть. Я знаете, как в недавнее время студентом была, и в интернете далеко не все ты можешь найти, поэтому в библиотеку все-таки ходить приходится. То есть я, потому что сторонник того, чтобы ходили, очень рада, когда молодежь ходит, но, к сожалению, мои дети не очень увлекаются. Но это другая тема. Да, и люди ответственны за моральные ценности, все-таки это каждый, собственно, по отдельности сам. У меня такое вот ощущение, то есть кого тут будешь заставлять. Да, мы дозвонились, да, Михаила Курашина, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, у нас на линии. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Да, обсуждаем мы сегодня законопроект, принятый в первом чтении, да, и то, что у нас наказывать гражданам будут справляющих нужду нау. Как вы к этому относитесь? Ну, я отношусь относительно, точнее, абсолютно позитивно. Считаю, что раз, скажем так, мы в нашем обществе как моральную ценность это постепенно потеряли, ну, в любом случае нужно пытаться наводить этот порядок и, может быть, возрождать ее, начиная через административную меру, то есть через закон. То есть нужно наказывать штраф? Это создание условий для работы полицейских. Да, потому что до этого они могли подходить и говорить, ай-яй-яй, ты плохо поступаешь, человек, если не повинуется, не слушает тебя, вот тогда можно было для сопротивления. А для жителей какие условия были созданы? Я как раз считаю, что, наверное, все-таки, в первую очередь, это должно стать неким воспитательной нормой, а не карательной. То есть там милиция реагирует на это, это ее работа, а вот граждане, приучаясь к тому, что за это будут наказывать, и наказывать нормально, ну, может быть, в какой-то мере будут бояться и постепенно привыкать к тому, что так делать нельзя. Наказывать-то будем, а, извините, писать-то некуда. Пять туалетов в городе. Нет, давайте просто поговорим о сознательных людях, которые любят свой город. Не о тех, кто, грубо говоря, все равно будет нарушать, в каком бы он состоянии он не был, а о тех, кто любит свой город действительно. Я вам могу сказать, что на самом деле, вот если мы говорим о проведении мероприятий, в первую очередь, скажем так, когда ситуация касается этого, да, там, ну, сам имею опыт организации многих мероприятий, так вот вам могу сказать, что любое согласование данного мероприятия автоматически одним из элементов согласования является обеспечение биотуалетами территории проведения мероприятий. Другое дело, что, опять же, там, ни администрация, ни полиция не следит за исполнением данной нормы. Ну, это при проведении мероприятий, а в обычной повседневной жизни? Вот. Может, это каждый день возникает? Это естественные потребности? Мероприятия у нас не каждый день проводятся? Это первый момент. Второй момент, опять же, там, естественные потребности. Ну, а здесь, ну, наверное, разделить нужно на, скажем так, парковые территории, да, там, и улицы. И в основном, наверное, сейчас, основной блок все-таки приходится на парковые территории. Об этом я тоже давно говорю, что, там, с парками нам что-то делать, ну, а, по крайней мере, чтобы парки у нас были не общегородские, да, там, с непонятными хозяинами, должен появиться какая-то контролирующая структура, которая бы парки взяла под свой контроль и уже организовывала их и обеспечивала, в том числе, с этой точки зрения. Какая-то коммерческая организация, чтобы занималась непосредственно? Не обязательно коммерческая, это может быть, предположим, там, какое-то учреждение, муниципальное учреждение, вот, не обязательно создавать, можно реорганизовать, которые бы, условно говоря, которые бы были переданы парки, из которых можно было бы спрашивать за то, чтобы в парке был порядок, чтобы парки были благоустроены, обработаны от клещей. А сейчас кого спрашивают? Ну, сейчас спросить очень тяжело. То есть сейчас есть распоряжение, только определяющее, там, парковую территорию по, там, зонам их назначений. И, условно говоря, есть, там, множество структур, там, лесхозы, там, дворники, управляющие компании, которые, там, каждую свою, там, задачу решают в рамках этих парков. То есть эти бумажки в любом случае потеряются? Где-нибудь, да как-нибудь? Ну, как бы, ответственности единого лица, который несет ответственность, нет. Так тут, наверное, вопрос финансирования еще. Толку-то, что, там, поменяем, реорганизуем, а если не будут денежек, эти же парки от клещей, там, отработать или эти же биотуалеты поставить. Так вопрос решится? Не решится? Нет, вопрос заключается в том, что как только, условно говоря, появляется, там, единый хозяин, да, этот хозяин, соответственно, уже решает вопрос относительно того, как сделать парк, там, достойный для отдыха. Ну, вот раньше город ведь содержал парки, все было прекрасно, и качели, и карусели работали, и порядок был, и цветочки, и газончики. Почему сейчас-то этого не стало? Раньше, раньше это когда? Ну, вот, в 80-е годы. Вот, вот, то есть, ну, мы с вами, там, о другой стране говорим. Там, на сегодняшний, после, все, что у нас в парках... Но город-то остался, администрация города осталась. Пусть у нас страна другая, пусть отношения у нас другие, непонятно, какие пока. Вот, 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 именно потому что непонятно, какие отношения, непонятно, какой собственности, непонятно, с какой ответственностью. На самом деле, вот, такую ситуацию создают. Это ведь не только проблема парков, там, это и проблема газонов, и строительства, и всего-всего-всего. Ну, а как вы считаете, Михаил, вот найдутся ли люди, которые взвалят на себя вот эту ответственность? Ну, организации, люди... Я думаю, да. Я думаю, да, и, может быть, это не только и не столько, а, там, те, кто организовывает, там, сборы подписей, или, там, какие-то протестные мероприятия, там, ну, у того же сквера, у Алых Парусов, там, другие люди. Вот, там, последняя неделя, пример, когда люди собрались, там, благоустроили Октябрьский проспект. Люди решили, взяли ответственность. Нет, ну, это жители города, мы говорим про администрацию, то есть, если что-то реорганизовывать. Вообще, в администрации могут пойти на такой шаг, что, давайте-ка мы сделаем какое-то вот ответственное лицо, или, там, допустим, несколько лиц, которые будут за этот парк были ответственны, или так далее. Возможно ли это вообще? Вот, на мой взгляд, мы постепенно все равно подходим к этой критической точке, да, то есть, там, скандалов, связанных с парками, у нас, там, становится все больше, общественное мнение становится все более активное, и какое-то решение здесь необходимо принимать. То есть, просто так проигнорировать, я понимаю, что, там, ближайшие выборы через пять лет, и вроде как можно не напрягаться, но здесь даже дело не столько выборных, сколько в том, что, вот, общественность уже начинает достаточно активно дергать эту тему. Михаил, спасибо вам большое за комментарии. Спасибо большое. Да, Михаил Курашин был с нами на линии, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Слушатель у нас есть. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, быстрее делайте приемник, тише. Хорошо сейчас. Вот так вот мы сейчас услышали, как мы звучим со стороны. Пожалуйста, когда к нам звоните, приемники выключайте. Очень я вас прошу, представьтесь. Я Владимир Ильич Кононов, я художник-дизайнер. Я очень много работал для Кирова и для поселка Ленинградсово. И вот с этой проблемой я очень хорошо знаком. Что думаете по этому поводу? Ну, то есть вот штрафовать, да? Не то, что штрафовать. Тут дело-то не в том, что виноваты люди, а в том, что виноваты вот те, кто продает пиво. Если ты установил ларек вот с этим питьем, значит, ты будь здоров, поставь рядом с собой биотуалет. Да ладно, неужели думаете, что вот купил пиво и около ларька прямо стоишь, выпьешь? Вот вы возьмите, например, возьмите, давайте возьмем от вокзала, да? И проедем маршрут, вот где у нас в этом месте есть биотуалеты. Мы до цирка практически ничего не видим, правильно? А человек, ну пусть даже, я не говорю про первичан, я говорю про приезжих, да? И где они должны, например, вот где они будут бегать? Ну, у нас есть туалеты и на ЖД вокзале, и на автовокзале, он недалеко находится от железнодорожного. То есть реально, если человек нормально, он не идет куда-то сходить? Хорошо, давайте мы пойдем по Октябрьскому проспекту. Я только не пойду. Комсомольская площадь есть? Нет. Больница есть? Нет. Дальше прохладка цирка. У цирка тоже очень это мало, например. И где они будут это справлять? Ну, смотрите, вы за штрафы или нет? Я за штрафы, но я за то, чтобы, например, все, кто продает вот эту штуку, вот они должны и обеспечить шлиф их продукции. Понял, спасибо большое. Спасибо большое. Да, у нас еще слушатель один на линии есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Уже можно говорить? Можно говорить. Вот я слушаю, услышала, не все время у меня было включено. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Как вас зовут? Валентина. Валентина. Я вас слушаю, что под кустики ходят удобрять, да? Но туалеты-то берут такие деньги, что вот не каждая, допустим, пенсионерка сможет заплатить. То есть вы считаете, что вот эти штрафы, они слишком большие, от 500 до 1000 рублей? Если вот раньше были туалеты, на каждой улице по туалету так знаешь, что вот скоро я дойду, скоро я дойду. А вы видите в городе сколько пожилых людей? А пожилые люди почти страдают всем вот этим. Но сегодня нам слушатели говорили, что как раз этим занимается только молодежь. А молодежь, а что, а старики никуда не ходят? То есть вы хотите сказать, что биотуалеты, которые есть, они дорогие для пенсионеров? Они очень дорогие. Они очень дорогие. А, в смысле, посещение биотуалетов. Вот вы представьте... Таких нет биотуалетов. У нас их практически нет в городе. Вы ходите на полицию, на полицию. Вот дежурный полицейский, молоденький, может быть, мальчишка только еще заступил. Ему надо 8 или 9, там, 10 часов на посту побыть. Что он? Куда побежит? Под кусик побежит? Кстати, да, сами полицейские-то. Сами, кстати, да, на посту находятся, что-то делать. Сам себя будут штрафовать? Ну, вот ни разу не видела, чтобы хоть один полицейский в форме куда-то под кусик сходил. А куда ему идти? Куда? Куда? Ну, значит, куда-то ходят. В городе, по крайней мере, открыто. Спасибо вам большое за вашу звонок. Спасибо, да. Прекрасно считаю. Точка? Не точка, это еще быстренько. Зайди на страничку ВКонтакте, нужно озвучить результаты. Как наказывать граждан, справляющих нужду на улице? У нас в ВКонтакте был опрос. Никак надо больше. Туалетов 60% даже больше, чем у источника новостей. Тыкать носом в лужу 21%, забирать в полицию тоже немного, даже меньше 2%. И повесить на доску почета 9% и крупно штрафовать 7,5%. Никто не хочет быть заштрафованы. Все хотят туалеты. Да, а я быстро озвучу тот опрос, который будет в следующем номере газеты «Источник новостей». Тема переименования улиц нашего города. Ну, как мы уже тоже говорили об этом, планируют переименовать улицы Большевиков, Энгельса, Дрилевского, Степана Халтурина. И варианты ответов. Давно пора, руки прочь от наших улиц. Надо позже, лет так через несколько. Мне все равно, жизнь лучше не станет. Проголосовать можно с 11 до 13 в супермаркете «Глобус». Также проголосовать можно, отправив СМС на номер телефона, который указан в газете и на сайте «Первый источник». А у нас в студии сегодня была Марина Копырина, президент адвокатской палаты Кировской области, член общественной палаты Кировской области. И Светлана Удильная. Игорь Рысев. Дневной разворот в Кирове. Услышимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова